Всем привет! Вы на канале Анюты Журила. Сегодня будет такое видео формата общения, ответы на вопросы, на какие-то ваши негодования и ваши позитивные моменты. Но, наверное, немножко выскажу свое мнение по поводу себя и своих деятельностей, и своей жизни. Немножко расскажу о себе, о своих понятиях по жизни. Почему решила записать такое видео? Потому что очень много негативных комментариев под тортами, именно под тортами, других нет. И еще меня добил один пост девочки, девочка на меня написала пост о том, как она вообще в шоке от моей страницы и вообще от меня как личности. На данный момент все сложнее, вернее, мне становится записывать видео, потому что времени не хватает катастрофически. Я живу в реальной жизни все-таки, несмотря на ютуб, и мне приходится много работать в других моих сферах, личных каких-то делах, для того, чтобы нормально чувствовать эту жизнь и для финансовой стороны одновременно. Поэтому не успеваю все, и мне правда тяжело вот так вот сесть, собраться, записать это видео, потому что вы смотрите уже как готовый продукт, а это все доделать до конца и просто вам показать себя, это много занимает сил и времени, вот эти все подготовки и монтажи и так далее. Сейчас закрыты все комментарии под видео. Это новое правило ютуба, так как у меня на канале ребенок и детский контент. Комментарии прикрыли на некоторое время, для того, чтобы не писали гадости в адрес ребенка. И я надеюсь, что вскоре комментарии вернут, потому что это была для меня как подпитка и обратная связь от моих подписчиков. Поэтому мне, конечно, не хватает открытых комментариев чисто для себя. Поэтому, если у вас есть что сказать, пишите в директ, я думаю, там открыто все можно написать, даже комментарии под видео, если вы так считаете нужным, оставить комментарии под видео. Дальше хотелось бы немножко о себе рассказать, наверное, да? Какая я? Какая я? Зачем я это все делаю? Вот смотрите, у меня есть жизнь, моя, да? Мою жизнь никто вместо меня не проживет, никто мою жизнь не построит. И для меня никто ничего не сделает, ну, кроме мужа и моих родных, да, естественно. Я имею в виду, что мне никто ничего не подарит и красивую жизнь никто не организует. Поэтому я приняла решение вести активный образ жизни, активную позицию по жизни, делать и стремиться, испытывать новые возможности, новые какие-то темы, которые мне интересны. Я не делаю то, что мне неинтересно. Я пробую, если я пробую и мне интересно, я в этом развиваюсь. Если я пробую неинтересно, ну, как бы я забываю, это как мой опыт, мой багаж каких-то знаний и так далее. Я не считаю плохим вести активный образ жизни. Ну, если не вести активный образ жизни и не пробовать разные виды деятельности, хобби разные, развлечения, нам будет скучно. Вот мне лично будет скучно. Поэтому я не претендую, допустим, на звание всезнайки какой-то. Либо, вот как бы там девочка написала, я же мать, я же хозяйка, я же спортсменка, комсомолка. Ну, девочка, которая увидит это видео, она прекрасно знает, ну, что это она написала эти слова. И вот поэтому я хочу сказать, не я же мать, не я же там спортсменка, комсомолка. Это может быть каждый. И быть, и развиваться в разных сферах, и пробовать разные сферы в жизни, это классно. Потому что мы ищем себя таким образом. Мы смотрим, где нам интересно, что нам приносит счастье, что нам, ну, тяготит не приносит счастье. Поэтому я считаю, ну, мне нравится разбираться в разном. И то, что мне надо, я изучаю и принимаю к сведению. То, что я попробовала, мне не надо, я дальше это не делаю. Поэтому как-то мне странно было читать вот эту вот фразу, да, что типа, как будто жить активно – это плохо. Ну, как-то очень странно. Ну, это же скучно. Если мы ничего не будем пробовать, то нам будет скучно жить. Ради чего тогда мы живем, если мы ничего не будем пробовать и показывать? Я человек открытый. Если я что-то попробовала, я могу поделиться и рассказать об этом. Что вот я попробовала то-то, то-то, да. Я делаю, да, у меня много сейчас на данный момент увлечений и как видов деятельности, я бы сказала. Да, почему? Потому что я хочу чего-то в жизни добиться. Я хочу найти себя. Я хочу найти пассивные источники дохода или активные источники дохода, чтобы быть в безопасности. Я мама, поэтому у меня очень выраженный инстинкт, материнский инстинкт. И он двигатель. Когда мне не хватает в жизни финансов, я не буду сидеть долго ныть, 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 что мне так плохо живется. Я просто беру и делаю. Меньше ныть, а больше делать, да. Если ты чем-то недоволен, бери и делай. Как-то странно, я считаю, следить за жизнями других людей. Да, мы можем как бы смотреть на жизни других людей, но не отталкиваться и не осуждать никого. Потому что каждая жизнь уникальна. И говорить, что этот делает правильно, живет, а этот делает неправильно, это с вашей точки зрения. Я что-то делаю неправильно. Для себя, для своей жизни я все делаю правильно. И все, что я считаю нужным, то я и делаю. Жаль, что вы не можете сейчас мне написать комментарии. Я была бы рада действительно поговорить дальше и обратную связь от вас получить. Поэтому, если кому-то сильно не терпешь и сильно хочется написать что-нибудь, пишите в директ. Я с радостью вам отвечу и пообщаюсь с вами лично. Субтитры сделал DimaTorzok